Привет, друзья! С вами канал Учимся отдыхать вместе. Сегодня новости из России. Названа дата, когда для российских туристов откроют полеты в Эмираты, Венгрию, Южную Корею и на Мальдивы. Правительство России может в ближайшее время одобрить возобновление международных рейсов в Республику Кореи и на Мальдивы. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к авиационным властям. По словам инсайдера, авиасообщение с этими странами может быть восстановлено после выполнения подобных договоренностей в отношении Турции, Великобритании и Танзании, куда с 1 августа разрешено летать российским авиакомпаниям из трех аэропортов Российской Федерации. Речь идет в частности о Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Данах. Отметим, что национальный авиаперевозчик Аэрофлот уже выставил в своей онлайн-системе бронирования билеты на рейсы в Южную Корею и на Мальдивы. Так, в продаже есть кресла на борта в Сеул с 8 августа, а с 11 числа, согласно расписанию авиакомпании, можно отправиться в аэропорт Мале, столицу островного государства. Сейчас для въезда на Мальдивы российским туристам нужно подтвердить бронь в отеле, на проездном лайнере или курорте, официально зарегистрированном в Министерстве туризма Мальдивской Республики. Предоставлять в аэропорту какие-либо медицинские справки или тесты на коронавирус не требуется. Что касается Южной Кореи, то разговоры об открытии границ со страной начались еще на прошлой неделе. Предполагается, что на первых порах будет осуществляться один вылет в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки. Пока уже определено, что с 1 августа будут перезапущены авиаперелеты в Лондон, а также будут открыты Турция и Танзания. Причем перелеты в Турцию с 1 августа открываются в аэропорт Анкары и Стамбула, а с 10 августа в Анталию, Бодрум и Даламан, куда чартеры допущены одновременно с регуляркой. Также есть шанс, что с 1 августа для российских туристов откроются Абхазия, Эмираты, а также Венгрия. На сегодня по России у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.